Супер. Только два человека меня слышат? Ага, окей. Если кому-то не слышно, ставьте минусик. Если будут по ходу возникать какие-то проблемы со звуком, я вас тоже попрошу писать в чате. И если по ходу вебинара у вас будут возникать вопросы, я попрошу вас их писать все по мере поступления в чат. Потом после окончания какого-то из блоков мы будем к ним возвращаться, и я буду отвечать на вопросы. Значит, сегодня мы собрались поговорить о успешных проектах, ну и в целом о проектном менеджменте. Я расскажу о себе немножко, и потом перейду к плану вебинара. Меня зовут Оксана Миронько. На данный момент я вхожу в Раду Национального молодежного совета Украины. Это сообщество, которое, грубо говоря, является замтом и объединяет под собой общественные молодежные организации. На данный момент у нас их уже около 50 в 9 регионах Украины. Но мы продолжаем работать и вовлекать активные общественные организации, которые хотят делать проекты, которые хотят заниматься проектным менеджментом, работать либо в социальном, либо в культурном, либо образовательном направлении. До этого я больше 5 лет, почти 6, была в молодежной общественной международной организации GCI Youth. Эта организация представлена в 100 странах мира. У нас есть 4 направления, по которым мы действуем. Это бизнес-социальное, международное и индивидуальное направление. В прошлом году я была президентом организации. У нас правило One Year to Lead. То есть каждый человек имеет 1 год для того, чтобы возглавлять какую-то должность. Но, грубо говоря, это и эффективно, с одной стороны, и не очень, потому что ты стараешься по максимуму сделать за этот год, но в то же время некоторые проекты, они являются долгосрочными, и эффект от некоторых проектов, он тоже является долгосрочным, и поэтому ты сможешь измерить, насколько и понять, насколько ты был эффективным, и твоя деятельность была классной не через год, не в конце года, а через год, иногда 2-3. Но в то же время это способствует активизации. Кроме того, была в команде фандрейзеров в GCI до того, как была президентом. Мы занимались коммуникацией больше с бизнесом, но в то же время и краудфандингом, и написанием грантов тоже занимались. Поэтому, если у вас какие-либо будут вопросы по ходу возникать по фандрейзингу, вы либо сможете писать в чате, либо добавлять меня в том же Фейсбуке, и я смогу вам помочь, если у вас будут какие-то точные предметные вопросы. Увлекаясь журналистикой и пиаром, был у меня также опыт еще в моей деятельности пиарщика в IT-консалтинге, и журналиста как в ежедневной газете «Коммерсант», которая закрылась пару лет назад, так и в пресс-службе. Но это так кратко обо мне. Сегодня по нашей структуре и нашему формату работы. Значит, по плану. Мы сегодня сначала поговорим в целом о проектах, о разъяснении некоторых терминов, о жизненном цикле проекта. Далее поговорим о структуре, идее и концепции проекта, о оценке проектов по принципу SMART, про цели и задачи проекта, целевую аудиторию, стейкхолдеру проекта, бюджетирование проекта. Дальше я более предметно еще расскажу о некоторых маркетинговых и пиар-составляющих проектах, потому что, как в некотором роде и пиарщик, тоже я глубоко убеждена, что как бизнесовые, так и социальные проекты, они однозначно нуждаются в классном пиаре и в классной маркетинговой стратегии. Следующим нашим пунктом будет та наша тема, что делает ваш проект уникальным и как проект превратить из просто идеи в классный проект, который принесет эффект. Ну и дальше немножко о том, как думать как фандрейзер и как в проекты любого направления можно привлекать ресурсы, что для этого нужно сделать и что в этом будет в помощь. Что такое в целом проект? Я попрошу, пока я буду рассказывать, если кто-то из слушателей входит либо в общественную организацию, либо был вовлечен и делал ивенты, коммерческие или социальные, поставить плюсик, если вы делали проекты, мероприятия, что-либо, что можно назвать проектом, и какое направление. Социальное, культурное, бизнесовое, международное, чтобы я просто понимала, с кем и более предметно акцентировала внимание на нашем мебинаре. Что такое проект? В целом это комплекс мероприятий, который направлен на организацию какого-то мероприятия, и целью проекта, любого проекта, является разрешение конкретной проблемы. Любой проект имеет начало и конец, любой проект имеет определенную длительность, любую аудиторию, формат, и у нас иногда, когда мы еще делали проекты, я была вовлечена в GCI, когда я рассказывала определение вот этого проекта, спрашивали, так что получается, что переставить стул из одной комнаты во вторую комнату это тоже является проектом, но есть начало, конец, есть конечная цель, перенести стул из одной комнаты в другую. Нет, почему? Потому что, первое, нет конкретно целевой аудитории, нет задач, которые решает проект, нет проблематики, то есть это просто как действие, ну, или серия действий, там, поднять, перенести, поставить стул. Круто. У нас здесь собралось очень много ребят, которые делали образовательные мероприятия, образовательные проекты, социальные, экологические, бизнесовые. Круто, спасибо большое. Я для себя определила по проектам вот такие две классификации проекта, это крупные, бюджет которых до 5000 гривен и целевое, и количество участников вместе с командой до 50 человек. И, это малые проекты, прошу прощения, и крупные проекты, бюджет которых начинается от 7-8 тысяч гривен и заканчивается, ну, там, 100-200 тысяч гривен. Ну, и, соответственно, количество людей, которые вовлечены в этот проект, больше 50 человек. Также для проекта, по поводу жизненного цикла проекта. У каждого проекта есть идея, потому что, если нету идеи, то, ну, это проект не полный, не комплексный, не стратегический, и у него нету структуры, потому что нету четкого понимания, что есть и чего вы хотите достичь в конечном итоге. У каждого проекта есть команда, у каждого проекта должны быть либо спонсоры, либо партнеры, либо средства массовой информации, которые вас поддерживают, ну, грубо говоря, ваши друзья, да, иными словами. Любой проект имеет пиар-маркетинговую составляющую. Если это и образовательный проект, образовательное мероприятие, то тут еще в промежутке между командой и партнерами является такая составляющая, как определение программы и определение спикеров за приглашение этих же спикеров, отбор участников. Далее идет непосредственно само мероприятие, то ли это социальная акция, то ли это культурный вечер, то ли это международное мероприятие, или, грубо говоря, адвокация и издание научного пособия, методического материала. Ну, и завершение проектов, обязательной составляющей которого является подведение итогов, подбитие всех доходов, затрат, ну, другими словами, бюджетирование. Я в любом случае, будь это экологический проект или образовательный, всегда советую, после того, как у вас возникла идея, захотели вы сделать поездку, например, в Норвегию, по обмену опытом с представителями студентов-медиков, да, чтобы студенты-медики из Украины поехали, посмотрели, как работает медицинская система в Норвегии, ну, и, соответственно, норвежцы приехали, посмотрели сюда, сделали какой-то фидбэк для украинцев и рекомендации. Советую прописывать вот эту вот идею. По какому формату? Ну, есть таких шесть составляющих. Первая это проблематика, которую решает ваш проект. Вторая это цель проекта, чего вы хотите достичь. Третья это целевая аудитория, четвертая это количество участников, пятая это дата реализации вашего проекта и шестая это формат вашего проекта. Проблематика. проблематику лучше до реализации и уже перехода к непосредственному воплощению вашего проекта в жизнь проанализировать максимально точно и конкретно посмотреть какая ситуация есть на рынке. Если это, к примеру, проблема трудоустройства молодежи, проанализировать несколько регионов. Киев, Чернигов, то есть подойти к проблеме с нескольких точек зрения, проанализировать какая ситуация есть в Киеве, что в Чернигове, взять, к примеру, тот же Львов, посмотреть, почему молодежь не трудоустраивается, то ли у них нету достаточного количества навыков, то ли работодатели больше нацелены на взрослую аудиторию и целью их не является обучение молодых людей. То ли молодые люди не просто не заинтересованы работать на минимальный доход. Посмотреть, какие проекты уже делались до этого, в каком формате это все проходило, какое количество участников было, насколько большой был медиа и пиар охват, какие результаты принес этот проект. Дальше, цель проекта. Цель проекта лучше всего формировать по принципу SMART. То есть сформировать, чтобы цель была конкретной, измеримой, достижимой, актуальной, реалистичной, ну и четко ограниченной во времени. если это, опять же, какой-то образовательный проект, то, ну вот, как одной из примеров цели, может быть, на протяжении двух дней дать знания участникам форума iSpeak с основой ораторского искусства, практических навыков публичного выступления, самопрезентации, которые помогут им сделать успешную карьеру и трудоустроиться. То есть здесь есть четкое понимание и ограничение во времени на протяжении двух дней. Здесь конкретно вы прописываете навыки, которые вы хотите предоставить вашим, вашей целевой аудитории, вашим участникам. она реалистична, потому что вы не замахиваетесь на то, чтобы ваши участники стали президентами, вы говорите о том, что просто хотите помочь развить навыки и чтобы ваша целевая труда устроилась. Следующим идет после формирования целей целевая аудитория. Целевая аудитория также должна быть максимально четкой и конкретной и просто сказать о том, что ваша целевая это студенты от 18 до 28 которые учатся в городе Киеве. Не очень достаточно, это не очень конкретно и не очень понятно, а чем же студенты города Киева отличаются от студентов города Львова и почему вы направляете ваш проект именно на город Киеве. Подумайте с другой точки зрения, какие хобби у вашей целевой, чем они занимаются в свободное время, ведут они здоровый или нездоровый образ жизни, какой у них режим дня, распорядок дня, чем они занимаются кроме учебы, они работают, они живут одни или они живут с родителями. Ну то есть вот чтобы сформировать картинку и когда вы пропишете целевую аудиторию и покажете ему кому-то вне вашей команды, этот человек смог ясно и четко представить картинку человека, как этот человек должен выглядеть и какой режим у него жизни. Также в прописании целевой аудитории можно, если вам поможет использовать вот тот принцип SMART. Сейчас я перейду немножко по каждому, по ключевым критериям этого принципа SMART. Первый это конкретность, конкретный, ну то есть который реально существует, точно и предметно определен. Какой это конкретный, вот я постаралась вывести на слайды вопросы, которые вас могут натолкнуть на решение мы вас лечуем. Скажите, пожалуйста, другие слушатели меня тоже не слышат? Если слышите, поставьте плюсик. Что ему? Все слышат. Людмил, может быть вы подключены просто к Wi-Fi или постарайтесь перезагрузить интернет? Ну, все участники слышат, проблемы со связью нет. Возвращаясь к нашему вебинару, вот несколько вопросов, которые вам помогут понять, какой же это конкретный. Что сделать, чего достичь, где, когда, с кем и в каком объеме. Также важно помнить, что двухзначные абстрактные формулировки не допускаются. Часто можно встретить в цели максимально эффективно обучить, как это максимально эффективно обучить, какие знания, какие навыки вы хотите преподнести. Это будет теория или практика. Если практика, то в каком формате, на какие темы, какой результат. То есть человек научится петь, танцевать, вышивать, вот такими критериями и такими терминами лучше оперировать. Дальше измеримость. Измеримость это здесь измеримость еще важна не только для цели, а и для определения, насколько эффективен и насколько результативен ваш проект. И измеримость, вот KPI это один из показателей измеримости и это ключевой показатель эффективности, он измеряет и результативность действий, и насколько ваша цель достигнута в конечном итоге в вашем проекте. KPI могут быть как организационные, так и финансовые. К организационным относятся удовлетворенность клиента, количество привлеченных партнеров, спонсоров, количество опубликованных, количество привлеченных средств массовой информации, опубликованных статей, релизов, анонсов в средствах массовой информации. Далее финансовый показатель. Ну, здесь, понятное дело, идет речь о финансах, о деньгах, это выручка, это рентабельность, это денежные потоки, прибыль и затраты, которые понесли вы и ваша команда, в целом ваш проект. Ну, и процессуальные, это качество и количество, понятно, сколько кипяль процессуальный соответствует запланированному, может понять та же форма обратной связи в вашем проекте, если, опять же, это либо образовательный, либо социальный, либо культурный проект, удосуждайтесь разработать форму обратной связи для ваших участников, для всех потенциальных партнеров, спонсоров, и после проекта, чтобы они все заполнили эту форму, где может быть 4-5 пунктов с тем, насколько вы удовлетворены, насколько полученные знания соответствовали вашим ожиданиям, насколько вы будете применять информацию, знания, полученные на мероприятии в вашей жизни, в вашей карьере, в вашей профессиональной деятельности, и по десятибалльной шкале оцените качество мероприятия, это вам поможет оценить эффективность. Кроме того, когда вы делаете проект, еще смотрите на ваш проект с точки зрения партнера или с точки зрения спонсора, насколько ему будет это интересно и насколько он захочет после проведенного проекта брать в ваших дальнейших мероприятиях участие. Здесь важно количество участников проекта, здесь важен бюджет, здесь важны результаты предыдущих проектов или их количество, здесь также важна проблематика, которую решает проект и насколько эта проблематика соответствует с деятельностью партнера, с деятельностью спонсора, с деятельностью бизнеса, с которым вы хотите дружить в бизнесе, это еще называется корпоративная социальная ответственность, например, когда вы обращаетесь к бизнесу и хотите получить либо ресурсы, либо деньги в ваш проект, нужно, чтобы корпоративная социальная ответственность бизнеса соответствовала вот этим Например, экологическая акция, вы обращаетесь в компанию Coca-Cola и просите деньги на проведение этой акции. Важно посмотреть, насколько корпоративная социальная ответственность Coca-Cola соответствует экологичности. То есть они поддерживают экологические акции или не поддерживают. Или, может быть, они больше заботятся о животных, или о культурном развитии, или о молодежном обучении. То есть все время думайте еще и как партнер и спонсор вашего проекта. И еще одна пятая составляющая – это медиаохват. В любом проекте думайте, где, как и каким образом вы сможете распространить эту информацию о вашем проекте и какие каналы коммуникации будут задействованы. Это будут имейл-рассылки, это будут социальные сети, это будут веб-сайты, это будут СМИ, блогеры, другие дружественные вам организации, те же молодежные общественные организации. Какая вовлеченность на этих платформах, какая целевая аудитория там сидит, какое количество посещений этих платформ в целом. За день, за неделю, не столь важно, просто удослушайтесь, уточняйте тысяч человек в день или 10 тысяч человек в неделю. Кроме цели и целевой аудитории, формат. Важно продумать, какой формат будет вашего проекта. Это будет, если это образовательное мероприятие, конференция, это будет форум, это будет мастер-класс, тренинг, вебинар. Потому что от этого будет дальше, будет зависеть первая цель, вторая целевая аудитория. Так как, если вы решите проводить четырехдневный форум, то и ваша целевая аудитория будет люди, грубо говоря, предприниматели. То здесь нужно хорошо подумать, насколько предприниматели будут готовы определить четыре дня своей жизни и провести эти четыре дня у вас на форуме. Или если это будет целевая ваша госслужащая, то здесь тоже возникает вопрос, насколько они смогут уйти с работы на эти четыре дня. Или если вы проводите тренинг с 11 до 2 дня, и ваши целевые студенты, возникает опять же вопрос, насколько студенты смогут во время учебного дня прийти к вам на мероприятие. Просто, чтобы в конечном итоге, когда вы все распланируете и пропишете, и уже дойдет очеред до набора, участникам не возникло так, что у вас проблемы с набором, потому что ваша целевая не может в это время прийти к вам на мероприятие. Кроме того, когда вы прописываете проект, займитесь немножко мониторингом, грубо говоря, шпионажем в интернете и посмотрите, не проводятся ли подобные мероприятия в ближайшее время, несколько дней или плюс-минус недели. Почему? Потому что если подобное мероприятие есть, ваша целевая может перейти к вашим конкурентам, и у вас опять же может быть проблема с набором участников. Это же касается и социальных, и экологических акций, потому что обычно менеджеры, которые занимаются организацией социальных проектов, социальных акций, они черпают ресурсы из представителей, из госструктур, ну или из представителей бизнеса, и не так уж много у нас в Киеве, но и в целом в Украине компаний, которые серьезно, целенаправленно намерены поддерживать социальные, те же культурные и экологические инициативы. Если есть подобная акция, которая там проводилась или планируется, что будет проводиться за две недели до вас, то скорее всего на 80% они и к партнерам будут обращаться, к тем же, к которым обращаетесь или будете обращаться вы. И здесь может возникнуть конфуз в том плане, что партнеры и спонсоры не поддерживают вас не потому, что вы недоработали, или ваше мероприятие, ваш проект неинтересен, потому что уже у них нет ресурса на то, чтобы вас поддержать. Поэтому мониторьте еще и вот эту вот составляющую, какие подобные проекты проводятся и какие конкурирующие вам проекты проводятся, что они делают, в каком формате они это делают, кого они приглашают в качестве участников, в качестве партнеров на проекты. Следующей немаловажной составляющей любого проекта является команда, потому что команда это люди, с которыми вам как проектному менеджеру или члену команды работать. Важно, чтобы вы соответствовали первое в целях и в видении проекта. Глупо спорить уже после того, как набрана команда о форматах и доказывать друг другу, что правильно, что неправильно, что важно, что не важно в каких-то глобальных вещах. Поэтому подбирайте людей, которые близки вам по духу, близки вам как к жизненным целям, так и принципам, ну и по ключевому видению вашего проекта. Просто, чтобы вы не тратили время на решение каких-то административных и рабочих вопросов. Говорю это из личного опыта, потому что у меня было несколько раз такое, что вроде бы набирается команда сильных классных ребят, и каждый по отдельности знает, как делать проект профессионалом своего дела, кто в вопросах фанрейзинга, кто в вопросах маркетинга, кто в вопросах диджитал составляющей, сайты, email-рассылки и все, что с этим связано. Но люди в одно не лепятся, просто потому что у них есть разное видение и разная цель. Один хочет сделать проект, потому что хочет заработать денег, другой хочет сделать проект, потому что он видит в этом свою жизненную миссию, третий хочет сделать проект, потому что он хочет написать это в резюме, а четвертый хочет сделать проект, потому что он через полгода хочет податься на грант, и ему важно показать какой-то список проектов, которые он делал. Поэтому вот эти составляющие важно обсуждать и спрашивать у всех, почему вы хотите заниматься этим проектом, и что вы хотите получить на выходе из этого проекта. По поводу обязанностей, ну и вообще по поводу члена в команде, идеально, чтобы у вас в команде было где-то человека 4, ну максимум до 6, потому что если у вас небольшой проект, и вы набираете команду 10 человек, это обычно получается немножко балаган, потому что все равно кто-то с кем-то не коммуницирует в достаточной мере, кто-то не дослушал, не досказал, кто-то дублирует работу, и нет четкого распределения. Поэтому вот я рекомендую, если это проект среднего уровня даже, чтобы это было где-то 4 человека, распределение по ключевым направлениям, это маркетинг, это фандрейзинг, это IT, это администрирование проекта, ну и всем этим управляет менеджер проекта, который ответственный за коммуникации в проекте, ответственный за коммуникации команды между собой, если это, опять же, образовательный проект, то ответственный за коммуникации с теми же спикерами, за формирование концепции мероприятия, программы, программы мероприятия, ответственный за HR составляющую, то есть набор, до набор команды, набор волонтеров. Если вам нужно делать продажи, то здесь можно еще вот взять одного человека, который будет заниматься продажами, но если это бизнес проект, да, потому что продажи занимают очень много времени и очень много ресурсов и усилий, здесь нужно разрабатывать определенную ту же стратегию продаж, поэтому вот на это желательно и важно иметь какого-то отдельного. Также менеджер, вот менеджером проекта я еще рекомендую подбирать какие-то платформы, где команда может коммуницировать, потому что чаты в Фейсбуке, Google группы и Gmail переписки, это все хорошо, но если у вас 3-4 человека в команде, 6 человек задействованы в команде, то много информации может теряться. То есть один написал, второй прочитать смог через полдня, и команда уже поотвечала, дала свой фидбэк на сообщение первого, и получается, что вот тот человек, который это все не смог прочитать, имеет два варианта. Либо он должен зайти, потратить какое-то количество своего времени и прочитать всю переписку, либо он просто забьет и упустит многое из той переписки, из тех решений, которые были приняты в ходе дискуссии. Поэтому здесь должна быть какая-то единая платформа, на которой собрана вся переписка, сгенерированы задачи, которые были определены в ходе дискуссии. Это задача проекта ММ-менеджера. Но вот мы с командой определились и остановились пока что на Trello. Это платформа, где, грубо говоря, можно создавать несколько досок. Доска задач, доска потенциальных угроз, доска решенных вопросов, горящие, не горящие вопросы. Ну, то есть там можно на экране у себя делать такие раскладки. Человек, давать доступ членам команды к аккаунту. И ваши ребята смогут в любое удобное им время зайти, посмотреть на то, какие есть потенциальные задачи, какие есть горящие, не очень вопросы, прокомментить и оставить свое мнение по какому-то конкретному вопросу. То есть вот есть там задача написать анонс партнером или написать пост в социальных сетях. И заходя на эту доску, я понимаю, что я должна прокомментировать именно этот момент с Facebook, и именно этот момент с публикацией. Не говорить о сайте, не говорить о том, что у нас там не удалось нам купить конфет, о том, что там спикер из ДТЭКа отвалился, а вот по конкретному Facebook вопросу. И через день, через два другой член команды сможет зайти и понять статус вот этого вопроса по публикации в Facebook. Неактуальные вопросы можно удалять, помечать в архивы. То есть это очень удобно. И что самое главное, даже если вы не можете, или вы куда-то уехали, и ваша команда работает без вас, вы в любое время сможете зайти и посмотреть, чем все заняты, да, и какие статусы вопросов. Кроме того, я еще рекомендую отчеты ежедневные внедрять. Здесь четко, после отчетов четко понимаешь, кто, первое, заинтересован работать, второе, кто чем занят, и третье, ну, кто чем был занят на протяжении дня, и какие результаты, потому что иногда у нас, например, в команде люди, которые были просто не заинтересованы в эффективной реализации проекта, писали в отчете, первое, создал Google форму, второе, создал, заархивировал папку с фотографиями. Ну, если честно, это немножко смешно, как задача звучит, по сравнению с задачей, как сделать афишу, написать анонс, создать презентацию, потому что это глобальная задача, которая требует времени, усилий, усидчивости, настойчивости, анализа рынка, анализа ситуации, да, и пункт про создать Google форму. Здесь тоже возникает вопрос, и если у вас есть такие моменты, то я сразу же рекомендую в неконфликтной форме проговаривать рабочие моменты с этим человеком, который пишет такие отчеты, насколько ему интересно работать, чем он хочет заниматься, может, ему не хватает простора и возможностей для реализации его потенциалов и талантов, он хочет заниматься чем-то еще, если да, то чем, там, может его привлечь в какую-то еще и другую сферу деятельности, ну, то есть все вопросы решать по мере поступления, но не умалчивать, если у вас возникают какие-то комментарии. И обязательно, если вы живете не в одном городе, если у вас нет времени для встреч оффлайн, встречаться раз в неделю, хотя бы раз в неделю онлайн, проговаривать как рабочие моменты, так и не рабочие, там, кто чем занят, кто чем увлекается, просто поддерживать дружественные отношения с вашей командой, это важно, чтобы ваша команда, ну, потому что они в первую очередь люди, и они нуждаются в том, чтобы выговориться, поделиться, услышать совет, услышать какую-то веселую историю из жизни другого проектного менеджера. Ну, и в обсуждениях часто рождается истина, плюс важно обсуждать рабочие моменты, ставить задачи, ставить статусы, проводить анализ того, что уже сделано, ну, такой себе промежуточный мониторинг, спрашивать у кого какие есть проблемы и кому, чем нужно помочь, потому что часто задачей менеджера является не решение оперативных и административных задач, а включение в задачи по ходу, когда возникает непонятная ситуация, и глобальные вопросы договоренности, и подписание соглашений, поиск ключевых стейкхолдеров, которые вас поддерживают. Это что касается команды. После того, как вы подобрали команду, можно переходить к предметному обсуждению плана организации проекта с дедлайнами, с программами, с ключевыми задачами. Перед вот такими вот обсуждениями, встречами, нужно четко вам, как проектному менеджеру прописывать списки задач, которые вы видите, уже есть, и приходить на встречи, приходить на обсуждение уже с видением ключевых сфер деятельности, обсуждая это в команде, чтобы, первое, это не занимало очень много времени, потому что если в команде решать и обсуждать, что же будет делать проектный менеджер, или чем же будет заниматься специалист коммуникации с информационными партнерами, на это может уходить очень много времени. Вы, как проектный менеджер, говорите о своей концепции и видении, человек, который ответственный за эту сферу, вовлекается, обсуждает, предлагает, адаптирует ваше предложение, исходя из своего опыта и своего видения, но в глобальный ритм и глобальный темп я рекомендую, чтобы задавал все-таки проектный менеджер, потому что в конечном итоге именно проектный менеджер, он ответственный за конечный результат, ответственный перед партнерами, ответственный перед спонсорами, если вы ввлекали гранты и финансы от госструктур, то и перед ними он также ответственный, потому что обычно те же договора, они подписываются на имя человека, который глобально несет ответственность за проект, то есть за проектного менеджера. После того, как вы с вашей командой проговариваете все организационные моменты с планом, дедлайном, ключевыми задачами, вы определяете бюджет, который вам надо для реализации ваших целей, вашего проекта. Я немножко дальше покажу пример бюджета, и немножко дальше у меня, я подготовила несколько примеров тех же презентаций с прописанием проекта, который вы в дальнейшем можете использовать и для привлечения ресурсов, и для вовлечения и пиара вашего проекта среди целевой аудитории. То есть вот этот этап прописания проекта, он безумно важен как для вас, как человека, который хочет оцифровать вашу идею и придать ей реалистичность, так и для представителей партнеров компаний, с которыми вы будете общаться и завлекать их в качестве партнеров, в качестве ресурсодателей, чтобы они понимали суть, специфику и цели вашего проекта. То есть следующим этапом вы прописываете бюджеты, бюджеты, прописываете, исходя из того, какие ресурсы вам нужны для реализации проекта и какое количество денег вам нужно. Это может быть в виде таблички, то есть там ресурсы, социальная акция, да, нужно 100 мешков, 50 рукавиц, 10 мусорных баков, 2 машины для вывоза мусора, что там еще у вас, да, по необходимости будет по проекту. И отдельно вы прописываете денежную составляющую, 3 тысячи гривен на печать брошюр, 3 тысячи гривен на интернет, на интернет и телефонную связь, 10 тысяч гривен на, не знаю, административные затраты на офис. То есть вот это вот все вы должны максимально четко прописать, потому что от этого будет зависеть ваш финансовый показатель в конце проекта, насколько вы будете в плюсе или насколько вы будете в минусе, если это не грантовый проект. Хотя в грантовом проекте тоже надо прописывать, но это не так важно на этапе, именно планирования и перехода от идеи непосредственно к проекту. Это важно еще... Почему это еще важно прописывать? Потому что дальше вы будете общаться с партнерами, спонсорами, грубо говоря, заниматься фанрейзингом, либо искать ресурсы через краудфандинговые платформы, и для этого вам нужно четко понимать, а что же просить? Вам необходимо 20 тысяч гривен или 50 тысяч гривен? Вам необходима полиграфия, или вы все... и печатные другие материалы, или вы будете во всем обходиться в онлайне, и вам полиграфия как партнер и не нужна. Когда вы это все продумали, вы переходите к этапу поиска спонсоров. И здесь опять же вы классифицируете, какого рода спонсорство вам нужно. Вы готовы сотрудничать с госструктурами или госструктуры проекта вашего направления не поддерживают? А ваша это коммуникация с бизнес, с компаниями и бизнес-сообществами? Или, может быть, вам имеет место собрать определенную сумму на краудфандинговой платформе? Или под ваш проект можно спокойно написать и подать грант, и выиграть грант, и получить финансы не только на реализацию проекта, а и покрытие вашей зарплаты и зарплаты вашей команды вместе с арендой офиса? Ну, это уже немножко другая тема и влог фандрейзинга, но, тем не менее, в проекте это тоже важно понимать, важно учитывать, как я уже говорила, при коммуникации с бизнес-структурами первое, на что нужно смотреть, это насколько компании поддерживают поддерживают определенное направление, насколько корпоративная социальная ответственность соответствует, компании соответствуют вашему направлению. На самом деле, если говорить про гранты, это в принципе сейчас можно на 95% направлений находить писание грантов и заявки. Я была, если честно, удивлена, когда недавно один из европейских фондов выставил кол на создание молодежной политической партии, и они готовы покрывать полностью финансирование вот этой составляющей, поэтому и можно найти грант на печать книги, на открытие своего культурного центра. Другой вопрос, насколько много или мало времени это все займет, но сделать это все реально, и есть как сайты-генераторы, которые собирают информацию о грантах и грантовых заявках, так и сайты посольств, на которые можно заходить, так и сайты, так и фонды, тот же фонд Сороса, тот же фонд Эберта и Беоля, которые покрывают и предоставляют гранты. Если, например, это создание какого-то приложения или устройства, или вы решили заняться киномонтажом и снять фильм про Майдан, про Донбасс, про жизнь животных, то имеет, скорее всего, место подумать и про краудфандинговую платформу, и то, чтобы прописать и заполнить информацию о вашем проекте на краудфандинговой платформе, потому что сейчас у нас в Украине есть огромные возможности и доступы не только к украинским краудфандинговым платформам, а и к американским и европейским. По поводу коммуникации с госструктурами, у меня после многих годов работы в проектном менеджменте все же остается вопрос, насколько стоит общаться и вовлекать ресурсы и средства от госструктур ваши проекты, потому что нужно понимать, что госструктура – это постоянный системный мониторинг вашей деятельности, результаты, постоянные бумажки и постоянные отчеты по вашему проекту, поэтому здесь надо учитывать, насколько у вас есть люди, которые готовы закрывать эти отчеты финансовые, решать юридические вопросы. Важно понимать, что как только вы подаетесь и выигрываете какой-то конкурс из госструктуры, к вам сразу же приходят службы и проверки, которые мониторят вашу деятельность, поднимают вашу документацию за год-два-три вашей работы, смотрят все, начиная от того, насколько законно и правильно юридически вы зарегистрированы, заканчивая тем, какие проекты вы делали два года назад, насколько вы правильно их закрыли, и почему у вас платеж в 200 гривен был проведен просто как платеж за услугу, а не как благотворительная социальная помощь, если вы общественной организацией не имеете права получать деньги за какие-то услуги. То есть здесь нужно комплексно анализировать и подходить к вопросу. Если вы понимаете, что вы не готовы заниматься сугубо бумажными делами, то госструктура, наверное, вам не партнер. У нас в GCI несколько раз такое было, что нам присылали информацию о том, что Министерство молодежи и спорта открыт конкурс на молодежные проекты. И там были хорошие суммы, на которые можно было податься, выиграть этот конкурс, заложить себе определенные затраты за работу, и, грубо говоря, создать себе работу. Но мы какой же год отказываемся и не берем участие в этих конкурсах, потому что мы понимаем и другую сторону медали, то, о которой я озвучила, что госструктура и мониторинг будет постоянный, дневный и ночной. И мы не были ни ездить готовы пока что на данный момент к этому. У нас остается немного времени, поэтому я сейчас перейду. Еще и кратко вам скажу про формулировки для вашего проекта из тех, которые очень часто возникают у проектных менеджеров. Я должен сформировать цель и задачи проекта. А чем же эти две составляющие отличаются? Так вот, самый простой ответ – это цель, это более глобальная составляющая проекта, она больше указывает на конечный результат и решение задачи. Отвечает на вопрос, что нужно сделать. Тогда как задача отвечает на вопрос, как сделать, и конкретизирует цель. То есть, если у вас цель помочь студентам, медикам конкретной специальности найти первое рабочее место или найти стажировку, то задача, как сделать, будет вам помогать достигать вашей цели. Задача, она более ограничена во времени и есть четкие дедлайны. И задача всегда является способом реализации цели. Поэтому, когда вы прописываете проект, смотрите, насколько коррелируют цель и задача между собой. Если у вас цели про котиков, а задачи про молодежь, то это не прописание одного проекта, это просто разные формулировки абсолютно разных проектов. и здесь будет возникать конфуз у тех же партнеров, с которыми вы, может быть, будете общаться, у тех же спонсоров, с которыми, может быть, вы будете общаться, как цели и задач могут не соотноситься друг с другом. И от формулировки целей и задачи, от того, насколько они коррелируют, будет зависеть еще от формулирования вашей целевой аудитории. То есть цели и задачи, правильно сформулированные, помогут вам определить точно и четко целевую аудиторию вашего проекта. Дальше немножко о стейкхозерах вашего проекта. Скажите, пожалуйста, и поставьте плюсики, кто слышал о таком умном слове, как стейкхолдер проекта. Пока ребята ставят плюсики-минусики, на слайде можно увидеть определение стейкхолдера. Стейкхолдера – это физическое или юридическое лицо, которое заинтересовано финансовым, либо социальным, либо культурным результате вашего проекта или вашей деятельности. Я для себя определила, для того, чтобы как-то структурировать стейкхолдеров, две составляющие. Это стейкхолдеры по интересам и стейкхолдеры по сферам влияния. По интересам это может быть местное самоуправление, это могут быть СМИ, тематические, локальные, это могут быть те же учебные наведения, банки, компании. По сферам влияния это местные депутаты, публичные люди, сюда могут относиться те же блогеры. Общественные активисты, клиенты, общественные организации и международные структуры. Опять же, вот этот вот слайд про стейкхолдеров, он больше относится к тому, о чем мы говорили, по поводу партнеров и спонсоров вашего проекта. Определите, кто является стейкхолдерами, иными словами это можно назвать вашего проекта. К кому вы будете обращаться за поддержкой и за привлечением ресурсов. К каким СМИ тем же вы будете обращаться, где сидит ваша целевая аудитория. Если вы делаете проект для молодежи Ивано-Франковска, то здесь имеет место обращаться к тематическим СМИ Ивано-Франковщины и близлежащих регионов. Может быть еще Киев, какие-то топовые издания, потому что в принципе киевские топовые издания читают как в Тернополе, так в Виннице, в Сумахе и Ивано-Франковске. Может быть имеет место пообщаться с местными блогерами или местными публичными людьми. Очень часто в каждом регионе есть известные люди, предприниматели, общественные активисты, которые возглавляют движение общественное и имеют возможность как доступа и к местным властям, местным депутатам, так и к структурам на локальном уровне, которые находятся в регионе. Может имеется место запартнериться и подружиться с этими людьми, и они вам помогут как распространить информацию о вашем проекте, так и привлечь к партнерам, сделать ваш проект на слуху. Про целевую аудиторию мы уже с вами поговорили. Про бюджет проекта, ну вот это такой элементарный бюджет, я смогу вам после мероприятия еще отправить более прописанный комплекс на бюджет в Excel, потому что все же, когда мы говорим о бюджете, здесь идет речь о цифрах, и важно, ну, к примеру, мне очень удобно это все делать в Excel, там вводятся формулы, делаются подсчеты автоматически, и вы вводите данные, которые вы считаете нужными, и получаете конечные подсчеты и конечные результаты. Ну вот, для того, пример, для понимания, какие ресурсы и какое количество средств вам нужно, можно использовать вот табличку в таком формате, там, статья затрат, стоимость за единицу, количество, сумма, если есть партнер, которого вы хотите привлечь и покрыть конкретную статью затрат, то здесь имеет место писать перечень партнеров. Обращаю внимание, что в колонке партнеров может быть их несколько. Почему? Потому что вы, когда планируете проект наперед, не знаете, кто вам даст денег, или кто вам даст помещение для вашего мероприятия, для вашего ивента. Поэтому вы просто здесь занимаетесь планированием и говорите для себя, для команды, куда вы будете обращаться. Да, и какие-то комментарии. Может быть, кто-то из ваших членов команды уже общался с этой организацией. Может, у кого-то есть дружественные люди, знакомые, к которым можно обратиться, и они наведут, подскажут, помогут, к какому сотруднику компании стоит обратиться, кто принимает финальные решения по этому вашему вопросу. И в любом, запомните, в любом проекте важны партнеры, люди, которые вас поддерживают либо информационно, которые формируют позитивное мнение в вашем проекте, которые завлекают, либо приглашают зарегистрироваться на ваш проект, на ваше мероприятие, либо приглашают прийти, либо приглашают приехать, присоединиться онлайн, поддержать ваш проект. Это вам помогает формировать бренд проекта, бренд компании, помогает вовлекать тех же волонтеров. Если вам они нужны на мероприятие, и создавать имидж вашего проекта, вашей компании, потому что позитивный имидж создается очень сложно, а вот одна какая-то негативная публикация, негативный комментарий про вас, вашу организацию, вашу компанию может вызвать волну негатива и испортить ваш хороший проход мероприятия. Здесь я вот продумала несколько заданий, которые вы можете после вебинара для себя продумать, прописать, прописать ответы на эти задания, если у вас уже есть какой-то проект, над которым вы работаете. Если будут вопросы, еще раз говорю, можете обращаться, всегда оперативнее всего отвечаю в фейсбуке, поэтому пишите. Задания звучат следующим образом. Составьте перечень стейкхолдеров проекта, составьте календарный план реализации вашего проекта, и составьте бюджет вашего проекта. Несколько примеров. Я думаю, сегодня-завтра вы получите, просто чтобы у вас было, грубо говоря, наглядное пособие, по какому формату составляется лучше всего этот бюджет. Я уже, как обещала, я вам сейчас покажу несколько примеров презентаций, которые, по моему мнению, являются успешными. И вот по такому формату предлагаю вам прописывать ваш проект и отправлять его как вашей целевой аудитории, которая вы хотите, чтобы приняла участие в вашем проекте, так и тем же информационным партнерам, которые хотите, чтобы написали о вашем проекте, и спонсорам, к которым вы обращаетесь за ресурсами и за деньгами. Давайте я сначала пролистаю просто презентацию, чтобы вы понимали суть, а потом по каждому слайду и в целом по презентации пройдусь. Это был первый слайд, вот это вот слайд о форуме, о формате, о цели форума, кратко проблематика, дальше программа, здесь она такая длинная, спикеры вынесены в отдельное поле, уникальность проекта тоже вынесена отдельным слайдом, посыл на предыдущие мероприятия, то есть это говорит нам о том, что у компании здесь есть опыт организации подобного крупного мероприятия. Опять же, тоже посыл к предыдущим мероприятиям, к опыту, к тому, что классные ребята, классные компании, классные структуры с нами, если ты такой же классный, присоединяйся, вот видите, здесь такой огромнейший список компаний и партнеров, которые поддерживали мероприятие. Маркетинговая составляющая, реклама и пиар, информационные партнеры, опять же, маркетинговая составляющая, результаты, которые партнер получит, и контакты. В целом, по самой презентации. Очень удачно. Первое. Презентация оформлена не в сухом сплошном тексте, а в виде инфографик. Чем я сделала для себя вывод? Бизнес-проекты в первую очередь отличаются от социальных и культурных. В бизнесе более профессиональный подход, хотя социалка уже тоже исправляется в последнее время, но вот еще там полтора года назад в бизнесе был более профессиональный подход к организации проектов, начиная от планирования и заканчивая отчетами и отчетными составляющими. Здесь даже по самой структуре, контенту, наполненности, оформлению и презентации можно представить только себе, насколько времени ушло на то, чтобы сделать такую презентацию. Каждый слайд оформлен в инфографику. Представьте себе на втором слайде, если бы мы это все прописывали в текстовом формате, не инфографикой, не с разделением ключевых тезисов и ключевых пунктов, а в обычном шаблоне по веб-поинте это бы заняло массу места, и человек, который читает эту презентацию, не понимал бы ключевых пунктов данного мероприятия и внимание бы просто рассеивалось. Дальше есть брендирование. На каждом слайде вынесено лого компании и лого компании и грубо говоря, призыв данного мероприятия. Они выбрали себе инфографикой, кроме логотипа еще и дирижеров, и они везде используют вот эту составляющую. Презентация является яркой. В презентации есть посыл к опыту, посыл к компаниям, которые поддерживали нас, поддерживали мероприятие, информационные партнеры, которые также нас поддерживали. Прописана проблематика и она оформлена в цифрах. Это может быть не обязательно, это может быть в таком формате. Это может быть в виде видео или в виде анимации. Но вот здесь мы не тратим много времени, четко понимаем, что, как и кто будет брать участие в данном проекте, кто способен будет способствовать решению данной ситуации. Дальше. Программа. В программе мы четко понимаем, кто на какую тему будет выступать, и нам не нужно гуглить и мониторить тот же сайт, те же СМИ. Я рекомендую обычно, когда мы приписываем проект, планируем, приписываем проект, оформлять ее в виде такой вот презентации, максимум с десятью слайдами, и чтобы на прочтение этих десяти слайдов у человека занимало не более четырех-пяти минут, потому что дальше внимание человека, который читает эту презентацию рассеивается, и если это партнер и спонсор, мы читаем, 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 и когда идет самая интересная уникальность, когда идет посыл к опыту и составляющая, которая интересна партнер, медиа, хват и пиар, он уже не доходит, если это не оформлено в виде инфографики. Поэтому вот моя рекомендация, прописывая любой проект, оформлять ее в виде презентации. И мне здесь уже подсказывает, что у меня время, но я вам хочу показать еще одну презентацию. Она может быть не столь удачно, как предыдущая, потому что это был наш такой опыт презентации с новичками в организации и в команде. Но тем не менее, здесь четко по презентации можно проследить тот формат, который я вам предлагала, цель, целевая, формат, количество, проблематика и так далее. И мне она тоже кажется очень удачной. Я вам ее просто пролистаю, у вас потом эта презентация, я думаю, не сможете взять какие-то моменты для себя. Проблематика описана по трем блокам, факт проблемы решения, прописан портрет участника, это то, о чем я говорила. Представляете себе четко то, что от 18 до 35 студенты Киева, бла-бла-бла, это описано на том же сайте, в социальных сетях, во всех описаловках проекта. вот картинка человек, чем он занимается, какой способ жизни он ведет, оформлена в таких блоках, это очень удобно, и ты сразу понимаешь портрет. Дальше программа, ну и вот, собственно, все, это такие ключевые блоки прописания проекта. Еще один момент, на который я бы хотела обратить ваше внимание, это та же маркетинг составляющая и создание своего брендбука. Вот те презентации, которые мы видели, это одна из части брендбука. Если вы хотите показывать, что вы занимаетесь профессионально проектами, вы опытные в этом деле и можете сделать крутой проект, то у вас не может быть презентации в одном формате, письмо приглашения в другом формате, презентация в голубом формате, письмо в розовом формате, а еще табличка какая-то в сером или зеленом формате. Это все должно быть в одном стилизированном формате, с логотипами, с подобранными цветами. Это не обязательно должна быть, должен быть целый том, где прописано, что каждый цвет означает, просто вы для себя хотя бы определите, какие цвета вы используете и используйте их в презентациях, в письмах-подложках, в ваших визитках, если вы такие делаете. Обязательно это должно соответствовать с вашим цветом логотипом логотипом или как-то хотя бы коррелирует. Если вы используете какие-то элементы, то они должны тоже как-то быть взаимосвязаны и не быть такого, что на презентации одна, а на ручке логотип напечатан абсолютно другой. Если, конечно, партнер какой-то вас не поддержал, но обычно если партнер поддерживает какими-то ресурсами, ручками, карандашиками, то его логотип есть там и можно понимать почему и что и почему. И второй момент еще буквально несколько минут, которые я вам хотела рассказать. Это немножко такой бизнес-подход к любому мероприятию, когда вы уже переходите к прописанию проекта и придумыванию проекта непосредственно к реализации такая вот маркетинговая часть. Используйте базовую модель маркетинга это 4P. Есть еще модель маркетинга 7P, она более адаптирована, более инновационная и разработана не так-то давно, более старая это 4P, более детальная, я думаю, вы можете загуглить, но в чем она заключается, что такое эти 4P, это продукт, цена, продвижение и место продажи, да, это, грубо говоря, чек, чек-лист для результативного развития вашего продукта, вашего мероприятия, вашей компании, продукт, он больше показывает, что, где, каким образом вы хотите продвигать, та же символика, тот же функционал продукта, уровень и качество вашего продукта, это вы все продумываете, прописываете там, цена, если, конечно, такова составляющая есть, опять же, вы продумываете ценовую политику, ценообразование, если есть, то пакетная составляющая, пакетные ценовые предложения, политика относительно промо материалов, возможно, какие-то возможности ценовой дискриминации, place или место продажи, вы, здесь не обязательно идет речь прямо о продажах, просто вы придумываете возможности, каким образом можно продвигать ваш продукт, продвигать ваш проект, распространять информацию о вашем мероприятии, вашем проекте. Вот я рекомендую еще погуглить, после вебинара более детально обратить внимание на вот эту базовую составляющую HTIP. Вам спасибо за внимание, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в чат, еще раз напоминаю, что можно мне также еще писать в Фейсбуке, если нет, то спасибо за ваше время и желаю всем хорошего вечера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще минутку ждем, если никому в голову не придут вопросы, предложения и комментарии, будем заканчивать. Продолжение следует... Продолжение следует... Коллеги, всем спасибо за внимание и желаю хорошего вечера. Вопросов пока что нету, поэтому всем пока. Продолжение следует...